всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюры и теорамы и как вы уже поняли из вступительного ролика сегодня речь пойдет у нас о продукции фирмы морис что меня привлекло в этой компании то что мне не надо более мучиться с изготовлением собственного фляжа так называемым я очень долго работал с помощью подобных вещей изготавливал их сам но мне не удавалось добиться такого мелкого помола и начнем мы самого наверно для меня интересного это с подобных вещей это фолиаж для изготовления листвы у фирмы присутствует их несколько видов это молотый спонж и прокрашенный техническим способом я не знаю как но цвет очень равномерный я раньше заглядывался на продукцию фирмы woodland но ценник там явно кусается поэтому сейчас мы поговорим с вами по нашей российской фирме данная вещь на представлена в компании как в молотом виде так и виде фляжа которые самому нужно перемалывать но я думаю каждый выберет свое что-то но в данном случае я в скором времени буду выпускать ролики по изготовлению деревьев и кустов с помощью данной продукции поэтому не пропускайте на канале чем понравилось мне вот это листва тем что помол очень очень мелкий то есть вот раньше на своих диорамах я делал с помощью этих вещей мелко помолотого спонжа делала первый слой травы но теперь так как с листвой мы разобрались теперь я на своих работах буду первый слой травы имитировать с помощью подобные травы от фирмы моррисон и можно в принципе выбрать любой оттенок под ваши нужды при желании можно их даже смешивать и комбинировать так как некоторые оттенки ну вот этот оттенки явно немного ярковат если его смешать с этим оттенком то получится идеальный какой-нибудь весенний лужок вот это что-то нейтральное но в то же время если раньше я мало бог изготавливал еще что-то теперь я в принципе могу пользоваться подобными вещами пакетика такого одного хватит на довольно продолжительное время так как расход у него относительно небольшой и цена в принципе и у данной фирмы я бы не сказал что сильно кусается я считаю что для российского рынка цена довольно приемлемая к чему мы перейдем дальше то есть убираем нашу траву в скором времени понятно что по всему этому будут мастер-классы проведены какие-нибудь и сделаны ролики еще что мне очень сильно понравилось помимо такой травы такой травы у фирмы присутствует вот такие цветные присыпки из которых можно делать цветочные поляны то есть присыпка которая имеет определенный оттенок вот чем мне понравилась вот эта присыпка она имеет очень нейтральный оттенок такое действительно если ее использовать в виде первого слоя травы а потом высаживать цветы сделаны с помощью подобные вещи подобные вещи или есть у фирмы немного другие вещи то есть здесь это я не знаю что это за состав похоже на очень мелко помолотые опилки но я могу ошибаться поэтому я брать не буду но выглядит довольно таки приятно и есть подобные вещи это спонж очень мелко порубленный и с помощью вот этих вот вещей можно создавать цветы а цветы можно создавать каким если вы используете траву из сантехнического льна то можно брать небольшой пучок сантехнического льна окунать его кончик в клей клеящий состав о клеях мы поговорим чуть позже и присыпать в подобные вещи или просто обмакивать так чтобы часть фолиажа вот это вот оставалась на верхней части растений лишние потом конечно можно убрать или это все контролирует в плане того какое количество вам необходимо единственного может показать что она немного яркая ну мне кажется это мелочи яркая она так как находится на темном фоне или еще что так как если использовать на диораме то я думаю вы даже не заметите это яркость она будет глушиться также у данной фирмы присутствует такая вещь в одном из роликов мы с вами говорили про имитацию земли с помощью корневищ лопчатки из аптеки у данной фирмы есть аналог подобные вещи единственное как я думаю подобный грунт нужно будет немного тонировать в принципе как и лопчатку в скором времени мы создадим с вами какой-нибудь диораму именно чтобы посмотреть как это все будет у нас работать вся данная продукция будет мастер-класс по деревьям кстати в комментариях можете написать по поводу своих желаний какое дерево создать и мы будем тогда с этим работать есть у данной фирмы также уже фолиаж не подобный то есть не рассыпчатый а из данного фляжа уже созданы небольшие комочки называется он комковой фолиаж и из таких комков уже формируется крона и в дальнейшем можно эту крому крону присыпать подобной листвой и при необходимости затонировать хотя я думаю этого будет не надо или присыпать какой-нибудь присыпочкой например той же самой вот такой травой так как она в принципе неплохо будет имитировать листву да даже в 35 масштабе так как зачастую и чтобы сделать реалистичное дерево обклеить его листвой именно листиками на это уйдет безумное время поэтому многие упрощают процесс просто присыпают там опилками присыпками еще чем-то у фирмы есть присыпки можете посмотреть там есть декоративная присыпка для создания кустика еще мы сейчас изготавливаем диораму по сталкеру и у нас будет в сарае сделано освещение для освещения в фирме у фирмы морисон я также заказал такие вот вещи так как у них есть очень много продуктов до для электрификации макетов диораму прочего 10 светодиодов 5 миллиметров диаметром они идут сразу в комплекте с резистором 10 штук там есть белый теплый белый свет и по-моему просто белый свет также у них есть 3 миллиметра диоды подобные тоже так что если кому-то нужно сделать освещение на диораме или виньетки поставить какой-нибудь столб я сейчас говорю про 35 масштаб потому что для именно макетов у них там есть фонари еще что-то но я не работаю маленьких масштабах поэтому я когда как-то на них не заглядывался но в принципе выглядит они красивы также у них представлено очень много там батарейных боксов подобных то есть вам не надо будет ничего изобретать если вдруг вы захотите сделать освещение я вот взял обычный чтобы не брать кнопку отдельно там включение выключение здесь все есть сюда только достаточно вставить 2 батареечки соединить сюда провода с нашими лампочками они будут у нас светиться и провод думаю провода нам еще хватит еще на один проект так как будет у меня в последующем делаться еще окошко для roombox так называемый на заказ и там мы будем делать светящуюся гирлянду поэтому я думаю нам это еще все пригодится также что мне понравилось у данной фирмы это то что у них можно купить подобную прозрачную вещь насколько я понял это под пластик и можно купить его как такой как у меня это он представляет из себя листы нарезаны уже под размер и также как видите идеально прозрачен и также можно купить погонными метрами насколько я понимаю чтобы вдруг вам нужно сделать что-то большое грандиозное например сделать колбу для вашей миниатюры или закрыть диораму так как этой толщины 0 5 миллиметр должно хватать вполне чтобы создать небольшой бокс для вашей модели помимо остекления на сайте еще представлены подобные вещи это модельный пластик он также идет уже нарезан на куски толщина у него чисто визуально миллиметра 2 где-то и с помощью него мы тоже будем изготавливать на диораму всякие дополнительные строения наверное так как из него приятно можно из него можно сделать много всего полезного данная вещь принципе незаменима для моделиста если он занимается диорам строением или какой-нибудь конверсии техники и прочее помимо всего вот этого из чего можно сделать дерево да можно сделать дерево можно сделать теораму первый слой травы и кусты и прочее то есть создать собственноручно озеленение чем кстати я советую многим заниматься так как созданная рукотворная вечно диорами очень сильно оживляет пейзаж и но почему я это все веду к тому что данная компания также выпускает уже готовые готовые изделия подобные кусты подобные ели кстати ели там есть разных размеров есть для макетов есть для диорам данные ели при по соотношению цена-качество в принципе эти елочки очень даже ничего но единственное если вы будете использовать их вот в этом виде это не возбраняется но я все-таки посоветовал бы их немножечко затонировать и придать более какой-то реалистичный вид так как сами понимаете что-то создана предприятие техническим способом но все равно будет как-то выбиваться из вашей диорамы так что советую немного затонировать возможно возможно присыпать присыпочкой флоком еще чем-то чтобы сделать их более реалистично кустики вот кустики довольно таки приятно выглядят как понимаю фуляж который представлен подобно пакетики до подобном пакетики он имеет небольшой глянец как я понимаю на данной продукции на кустиках его матирует дополнительно обрабатывают матовым лаком и он выглядит очень в принципе приятно очень правдоподобно и еще дополнительно компания выпускает пучки травы и травяные полоски вот с помощью данных пучков травы и цветочной присыпки подобных цветы можно создавать не пучок травы а допустим цветочный куст мы берем пучок макаем его в клей после этого даем просохнуть и у нас желтый фляж остается на верхней части растения и получается у нас прекрасный желтый цветок но мы об этом во всем еще поговорим так что не буду я сразу забивать вам голову вот то есть компания занимается подобными вещами но мне больше интересно конечно создавать самому хотя если вы новичок диорамостроение хочется создать что-то допустим на в подарок или просто вам стало интересно создать например диораму вы делаете идеально там btt до или авиацию там в тридцать втором в тридцать пятом масштабе не в тридцать пятом нет тридцать втором масштабе авиацию или в сорок восьмом и вам хочется создать там какую-то взлетную полосу в лесу то вы можете использовать данную продукцию она прекрасно спишется в вашу диораму и для создания деревьев и прочего фирма также изготавливает несколько видов клея данный клей быстросохнущий но сразу скажу почему я изначально хотел от него отказаться он да он быстросохнущий он высыхает где-то минуты за две за три вчера на стриме мы уже попробовали его но единственный у него минус он разъедает пеноплекс пенопласт и прочие вот такие вещи которые податливы к агрессивным растворителем но если у вас основание из гипса то вы можете смело наносить единственного него еще есть минус он пахнет клеем момент то есть такой у него запах резинового клея но консистенция у него он довольно таки жидкий то есть для чего он мне нужен когда я буду изготавливать дерево я буду обрабатывать ствол то есть веточки этим клеем и присыпать на него фолиаж так как нужно быстро фиксация то есть для создания деревьев и ели вот вот этот клей он идеально подойдет также есть акриловый клей почему акриловый клей а не пва клей у меня есть пва клей и акриловый клей мне понравился немного больше так как он дает более сильную допустим для склеивания пеноплекса то есть зачастую пеноплекс я склеивал полимерным клеем а теперь я перехожу полностью вот на подобный вот клей чтобы мне не мучиться с клеем который довольно таки долго высыхает и очень сильно реагирует на сдвигание влево или вправо то есть он очень долго полимеризуется потом еще очень долго остается податливым и и в будущем мы попробуем на акриловый клей вот подобный сыпать наши присыпочки для фляжа понятно я буду использовать быстросохнущий так как быстросохнущий он более наверно мне подойдет а а вот для присыпок будем использовать акриловые влагостойки также есть еще у компании эмульсия для создания фляжа комкового о которой мы уже поговорили ее можно даже распылять через аэрограф и изготавливать кусты и деревья и прочее то есть использовать как клей из баллона также в магазине представлен цианакрилат космофен если брать цену суперклея в супермаркетах и данный клей то данный клей выйдет дешевле но это по крайней мере по моему региону чем он удобен он удобен тем что во первых него отличный дозатор просто он открывается и закрывается то есть не надо мучиться с колпачками прочим фасовка 20 грамм в принципе довольно таки большая поэтому я думаю что многим он пригодится так как постоянно мучиться с этим маленькими тюбиками не всем приятно итак подытожим что можно сказать про данного производителя данный производитель в принципе делают очень годные вещи в скором времени мы начнем проводить мастер-классы возможно по изготовлению определенных вещей для наших диорам например деревья кусты и прочее сейчас как раз у нас осень можно идти в лес набирать коренюшки палочки так что скоро будет вылазка в лес и после этого мы будем изготавливать с вами элементы для диорам то что в данном магазине вы можете найти все что угодно для вашей диорамы как остекление в листах как пластик для создания определенных определенных например строений создание крыши какой-нибудь для вашего здания создание оконных рам так как данный пластик подойдет идеально вы можете найти там присыпку для создания земли для создания травы и все это будет стоить гораздо дешевле нежели от заграничных фирм таких как woodland так как woodland присыпка стоит в россии 1000 рублей ссылка на данного производителя будет под видео может заходить смотреть там будет ссылка на группу вконтакте там будет ссылка на магазин присылают довольно таки быстро мне прислали вообще даже с надписями что это хрупкое прочее идеально упаковано поэтому я вам гарантирую гарантирую что проблем у вас с этим продавцом не возникнет работают очень быстро упаковывают хорошо так что заходите по ссылке в описании выбирайте покупайте и будем строить с вами вместе всем кому видео показалось полезным подписывайтесь на новые видео ставьте палец вверх всем пока